В эфире городские новости в студии Валерия Отинова. Здравствуйте! В конце прошлой недели глава ДНР Денис Пушилин принял участие в третьем заключительном этапе 20-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». На собрании были представлены отчеты партии за пять лет работы и подведены итоги сентябрьских выборов. Утверждены дальнейшие планы по реализации народной программы. Во время заседания Высшего и Генерального совета в партии председатель ведущей политсилы России Дмитрий Медведев торжественно вручил Денису Пушилину партийный билет. То, что я получил официальное приглашение и стал сегодня членом партии, здесь все в логической последовательности укладывается. Партия считает, что Донбасс участвует большой в России. Донбасс не подведет свою родину, не подведет Россию. В минувшую пятницу весь мир отмечал Международный день инвалидов. В Харцизке проблемами людей с ограниченными возможностями занимаются порядка 10 социальных учреждений. Каждая по своей линии так или иначе помогает попавшим в беду людям становиться полноценными членами общества. Забота, помощь, поддержка – все это ежедневно получают и подопечные Харцизского реабилитационного центра инвалидов. В минувшую пятницу там отмечали день сердечной теплоты и участия. Сегодня в Харцизском реабилитационном центре смешанного типа реабилитацию проходят 30 детей и чуть более 10 взрослых. У каждого из них своя жизненная история. Но у всех это история победителя – история сильного духом человека, состоявшегося и мужественного. В минувшую пятницу сюда наведалась творческая команда городского дворца культуры с игровой программой. Для подопечных центра подготовили целый ряд интересных конкурсов, в числе которых значилось и создание портрета Бабы Яги с натуры. Бабуль, это украшение! Это что за ушки такие? Бабуль, ну это украшение! Это вам отвести досталось? Это украшение! Это украшение! Я вам заодно! Собираю себе портрет! Директор реабилитационного центра Людмила Куванникова отметила, что 3 декабря – это день, когда они всей своей дружной командой собираются вместе не только для приятного времяпрепровождения, но и для того, чтобы поблагодарить тех, кто помогает воспитанникам центра. Вспомнить о наших друзьях, вспомнить о хороших людях, вспомнить о том, что мы здоровые, красивые ребята растем, о том, что мы идем твердо по этой жизни, что нам никто не мешает, что мы смело идем, все выполняем. И самое главное, что мы посещаем центр и что мы надеемся, будем здоровыми, крепкими и красивыми, будем хорошо учиться. Одним из важных аспектов реабилитации подопечных центра является оздоровительное плавание. Так уж сложилось, что для этого и ходить далеко не нужно, потому как реабилитационный центр расположен непосредственно в здании бассейна. Я искренне сегодня рада быть на вашем празднике. Уже тоже не первый раз. Я очень благодарна Людмиле Владимировне, директору центра, которая с нами вот так тесно сотрудничает, не только в рабочих процессах, и приглашает на наши с вами совместные праздники. Я искренне, просто искренне вас хочу поддержать каждый день, каждый час вашей жизни, каждую минуточку, способствовать вашему оздоровлению. Вам сил, здоровье, силу воли в кулак, вперед по жизни, смело, уверенно и самое главное, при крепком здоровье. Администрация Харциска и предприниматели подготовили к мероприятию в центре реабилитации «Сладкий стол», чтобы после подвижных конкурсов ребята могли немного подкрепиться. За минувшие выходные сотрудники ГАИ выявили на дорогах республики 461 нарушение правил дорожного движения, в том числе 28 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Совершено 5 ДТП с пострадавшими и 24, в которых обошлось механическими повреждениями автотранспорта. Сильный снегопад, накрывший регион в минувшую субботу, 4 декабря, стал причиной ДТП на въезде в Харциск со стороны Иловайска в районе поста ГАИ. Судя по видео, которое снял один из очевидцев, из-за непогоды на дороге занесло грузовой автомобиль, который перекрыл ее другим участникам движения. Тут же на обочину пришлось выкатиться КАМАЗу. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и МВД. Из-за ДТП движения грузовых автомобилей и автобусов по республиканской трассе Н-21 в районе Харциска было на один час приостановлено. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на скользкой дороге, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию, интервал и строго соблюдать правила дорожного движения при совершении маневров. С 3 по 5 декабря в Зугрессе прошли республиканские соревнования по классическому пауэрлифтингу. Кубок ДНР собрал в городе энергетиков 150 атлетов, представляющих 14 спортивных клубов из всех городов ДНР, где культивируется силовое троеборье, в том числе и из Харциска. Заявку на участие в турнире также подали атлеты из города Ровеньки Луганской Народной Республики. Участников соревнований по пауэрлифтингу принимал Зугресский городской дворец культуры. Благодаря усилиям администрации города, коллектива ДК и Республиканской Федерации пауэрлифтинга турнир прошел на высоком уровне. Заполнился масштаб соревнований. Еще никогда наш город не принимал соревнования такого крупного уровня. И нам выпала такая честь, Федерация пауэрлифтинга оказала нам такую честь провести соревнования. Все проходит на высоком уровне. Ребята показывают, выполняют нормативы кандидатам мастеров спорта, мастеров спорта. Уровень довольно высокий. Александр Медведев тренирует зугресских атлетов и сам выходит на помост, добавляя в копилку сборной Большого Харциска важные для победы баллы. Его воспитанница Алина Мецлер начинала с тяжелой атлетики, но в этом году решила переквалифицироваться и осталась довольно полученным результатом. Опыта еще никакого, только вторые соревнования были. Собираемся в Луганск ехать. Делали тягу, потянуло 95 килограмм, жим 55 килограмм и приседания со столовой 80 килограмм. Первый день выступали девушки и женщины. Команда города Зугресса по девушкам заняла первое место. Также у нас есть чем похвалиться. Наша спортсменка Мецлер Алина стала еще и абсолютной чемпионкой этих соревнований среди девушек. В третий день соревнований на помост выходили преимущественно тяжеловесы и супертяжи. Самое популярное у атлетов словосочетание на соревнованиях по пауэрлифтингу – «гуд лифт», то есть «вес взят». Неудачные попытки с вердиктом «ноу лифт» тоже были. Из-за пандемии у многих спортсменов подготовка к турниру была далека от идеала. Мне как руководителю кое-что не нравится, потому что, ну, сами понимаете, много было периодов, когда мы стояли. И заниматься в полную силу нельзя. Вот когда это все закончится, мы расправим плечи и как дадим, вот, будем надеяться на это. Харцизская сборная по пауэрлифтингу на соревнованиях республиканского уровня традиционно в лидерах. Этот вид спорта популярен в нашем городе, и в командном зачете атлеты Большого Харцизка рассчитывали на призовое место. Мы достаточно в первые два дня хорошо выступили. Среди юношей у нас есть вторые места. Среди юниоров у нас два первых места и одно третье. Сегодня сейчас мы еще, как видите, в борьбе. Помост покажет, кто сильнейший, кто слабейший. Ну и впереди у нас еще соревнования в тяжелой веселой категории. Там мы ждем тоже призовое место. А характеризуйте нашу сборную. Трудоспособная, трудолюбивая, внимательная, послушная. Олег Щербак – часть нашей трудолюбивой сборной. Опыт выступления на соревнованиях у него относительно небольшой – всего три года. Но спортсмен уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта и намерен подняться на следующую ступеньку. Пока чуть-чуть не хватает. Подготовка из-за пандемии нас немножко разбивает. Поэтому приходится готовиться, прерываться. Надеюсь, что в следующем году все получится – собрать мастера спорта и, так сказать, доказать себе в первую очередь. У спортсменов, завоевавших золотые медали, впереди турнир в Луганской народной республике, а затем и в России. По условиям присвоения в республике мастеров спорта нам нужно сначала выехать в Российскую Федерацию, там подтвердить и приехать оттуда с соответствующими документами, которые подтверждают выполнение норматива мастера спорта. И уже здесь присваивается. Но вот вчера выполнили нормативы мастера спорта три человека. Вчера выступала девочка, которой 10 лет. И она подняла в тяге в становой 85 килограмм. Я думаю, что это серьезная заявка на будущее. В результате упорной борьбы на помосте Харцизская сборная завоевала третье место, уступив макеевским спортклубам «Медведь» и «Физра». Наверняка на вопрос, с чем у вас ассоциируется Новый год, многие харцизяне ответят, что это прежде всего нарядная елка, а также мандарины, шампанское и, конечно, оливье. Куда же без него? Без сомнения найдутся и те, кто непременно добавит в список и полюбившуюся многим за десятки лет трансляции культовую телепередачу «Голубой огонек», которая в канун Нового года собирала и продолжает собирать у экранов телевизоров миллионы людей. Творческий коллектив городского ДК решил в этом году не проходить мимо классики жанра и организовать свой «Харцизский огонек», блистать на котором в качестве приглашенных артистов будут местные таланты. На прошлой неделе городской дворец культуры объявил на своей страничке в социальной сети ВКонтакте о старте конкурсного отбора самодеятельных артистов на программу «Харцизский огонек». Из года в год, в принципе, идет череда новогодних представлений, открытие елки, утренники, и в этом году мы захотели сделать что-то новенькое, эдакое, которое раньше мы этого не делали, например. В голове появилась идея по поводу, а почему бы в «Харцизке» не сделать хотя бы подобие, и решили провести новогодний «Огонек» в нашем городе. Ведь у нас очень много жителей талантливых, которые, возможно, мы еще даже и не видели, и не слышали, но благодаря вот этому конкурсу мы раскрепощаем людей и открываем разнообразные возможности у людей. Предварительный отбор участников проходит в онлайн-формате. Сегодня на почту учреждения уже поступили первые заявки от претендентов на участие в шоу из городов и поселков Большого Харцизка. Пока в числе смелых лишь дети. Организаторы мероприятия напоминают, что участником «Огонька» может стать любой желающий, вне зависимости от возраста. Главное, чтобы было желание и музыкальный слух. Для того, чтобы принять участие в нашем конкурсе, нужно прислать заявку на адрес, указанный в посте нашей группы. В эту заявку нужно вписать фамилию, имя исполнителя, название песни, а также, самое главное, нужно записать на телефон исполнение этой песни. Принять решение по отбору кандидатов на участие в программе предстоит художественному совету ДК. Выбранные жюри конкурса исполнители будут приглашены в Дворец культуры для записи своих выступлений. Мы им в определенный день будем звонить и договариваться о встрече. И, в принципе, записывать на разных локациях, которые будут украшены у нас в новогоднем стиле. После того, как выступления всех участников «Огонька» будут записаны на видео, специалисты ДК приступят к монтажу новогоднего концерта. В последних числах декабря запись шоу-программы будет опубликована на страничке ДК ВКонтакте. Наша телекомпания, разумеется, поддержит самодеятельных артистов из «Харциского огонька» и предоставит им время в своем эфире. Так что удачи всем в конкурсе и до встречи на канале ТВ-Сфера. 7 декабря 1944 года на конференцию в Чикаго была подписана Конвенция о международной гражданской авиации, которая в 19 приложениях регламентировала работу этой самой авиации. Через 50 лет резолюция Генеральной Ассамблеи ООН постановила считать 7 декабря международным днем гражданской авиации. Между прочим, третьим приложением Конвенции были рекомендации по организации метеорологического обеспечения полетов. Для этого практически в каждом аэропорту существует так называемая авиационная метеорологическая станция «Гражданская». Как правило, на АМСГ устанавливается большое количество погодных самописцев, что совершенно исключает творческую составляющую в работе метеоролога в стиле «Я художник, я так вижу». К тому же, авиационное начальство склонно все чрезвычайные происшествия с авиатехникой списывать на метеорологов, что воспитывает в них строгую дисциплину и точность фиксации погодных условий. 7 декабря днем в нашем регионе переменная облачность, временами туман. Температура воздуха около 8 градусов, юго-восточный ветер 5-8 метров в секунду. Ночью переменная облачность, температура воздуха понизится до 4 градусов, юго-восточный ветер 6-9 метров в секунду, временами дымка. Субтитры подогнал «Симон»